привет всем не откладывая в долгий ящик скажем так назовем это видео наш режим дня номер два видео потому что у нас завтра день рождения у малышей с новогодние праздники поэтому я не думаю что будет будет время снять видео поэтому снимаю пока мои красавцы спят режим дня у нас всегда последние три месяца весьма одинаковые после девяти месяцев у меня малыши перешли на два дневных сна и благодаря всем табличкам которые я нашла в интернете по режиму сна я скомпоновала для себя под своих мальчишек и слава богу что у меня это работает малыши спят сейчас пока что они спят у нас два раза в день в среднем от час двадцать пять до двух часов это один сон и второй максимум час двадцать пять этого более чем достаточно и уходим мы спать в ночной сон в девять часов вечера я вам хочу сказать что я понимаю свою маму мамочка привет тебе если ты смотришь это видео я понимаю свою маму когда она не спала ночами со мной потому что у меня таирушка вылитый я мы просыпаемся за ночь четыре пять раз мы спим только на ручках и слава богу что и мирушка у нас спит очень хорошо крепко как папочка как я говорила в предыдущем видео просыпается всего лишь один раз и как бы ты им не кричал он не просыпается это тоже большой плюс за что спасибо нашему папе что дал нам такую возможность чуть-чуть поспать по поводу режима всегда говорят укладывать на первый сон деток немножечко пораньше потому что в организме еще не не исчерпался гормон сна поэтому как бы нужно высчитывать время но я решила для себя что мне так комфортно и моим малышам работает это таир у нас просыпается в 6 30 и мир у нас просыпается в 7 15 поэтому как бы ни было тяжело я выдерживаю время до 10 часов дня утра и в 10 часов мы уходим на первый сон спят чаще всего малышей до 11 25 это минимум и максимум это два часа потом у нас мы идем кушать на супчик мы играемся развлекаемся и я выдерживаю время до половины четвертого и малыши слава богу абсолютно спокойно засыпают просыпаются около пяти часов вечера у нас полудник мы ойл мы малыш очень любят бананчики поэтому бананчики у нас всегда дома есть любые другие фрукты они тоже едят но вот банан у нас на ура уходит мы играемся веселимся после бананчика и в 9 8 часов у нас ужин плотный купание у нас между бананом и ужином скажем так и мы уходим в сон как я говорила уже в 9 часов вечера но тут начинается самое неожиданное потому что наш таир просыпается в любое время когда ему удобно раньше я давала смесь но я знаю что смесь каждые три часа нужно давать не меньше перерыв поэтому со временем я начала давать им водичку не знаете срабатывает у меня ник после того как таирушка заболел он начал почему-то любить соску и это тоже большой помощник я не знаю почему люди против сонсак и всего остального я понимаю зубки могут испортиться и все остальное но для меня это спасение потому что я дала сосочку ребеночек продолжил спать я сохраняю его сон потому что сон для ребенка это самое наверное важное на данном этапе жизни не просто воспитание ребеночка а сон я оберегаю сон я не знаю какими способами какими жертвами ко мне никто не приходит пока малыши спят я стараюсь ходить на цепочках ну хотя на цепочках это сложно и один нюанс у нас мы спим исключительно под белый шум мы долго шли к выбору белого шума у нас был и моцарт у нас был из шум фена и шум пылесоса и и чтобы только не было они любили с детства но каждый раз они хотели новый шум и приблизительно месяцев 4 мои малыши хочу сказать что эмиру это не надо это только шум для таира и он спит у нас под звук самолета как бы не было смешно но в самолете мы даже включали эту программку со звуком самолетика я вам хочу сказать это не только помогает ему как-то расслабиться заснуть быстрее это помогает мне потому что у нас кухня рядом с комнатой и достаточно сильно звуки идут когда малыши спят я занимаюсь другими делами поэтому для нас белый шум это просто спасение если я буду заканчивать свое видео если вам это было интересно дайте мне знать подписывайтесь на канал пишите в комментариях темы какие вам интересны я вам обязательно расскажу я хочу пожелать вам всего самого хорошего поздравить вас с наступающим новым годом я не знаю когда это видео выйдет я надеюсь 31 декабря обещаю вам выложить его 31 декабря поэтому всем всего самого хорошего крепкого сна вашим деткам мамочкам и папочкам крик большого-большого терпения воспитания ваших деточек будьте терпеливыми они умеют нас вывести из себя но мы на то и мамы чтобы быть терпеливыми всем большое спасибо здоровье вашим деткам обязательно в новом году чтобы никто не болел всем спасибо всем до свидания до скорых встреч